всем привет дамы и господа вас приветствует подножье предгорье горы тептям и вот этот развилка я здесь был с камерой весной 2020 года сейчас решил отправиться в марте 2021 сюда на пойти немножко по другому маршруту если я шел там в мае 2020 года сейчас пойду вот здесь вот и выйду не на ту сторону а пойду на карьер и на площадку смотовую под названием холодильник а возможно и дальше в поселок куст сок да здесь конечно живописный изгиб и лев местности чем прикол в том что если здесь ты поднимаешься по этой тропинке то она короче но и круче я думаю вот сами видите а если там вот она длиннее но проще я выбираю самую крутую и мы начинаем свой подъем но за некрасиво по смотрите какой дуб а дуб зачетных не могу затянуться ладно вот такой путь я преодолел иду дальше это еще только начало восхождение вот так вот так какое же небо небо все я просто изумительно поэтому я решил отправиться именно сегодня поход ну и дальше дорога она на дорогу на место где добывает глинку и дальше гору и вот нам как раз надо туда если прям выходить на смотровую площадку в странном экзаводах я был в прошлом видео то можно даже пройти вот здесь вот на пусть и так без того крутой но да однако же это брак мне нравится так вот так вот приходится идти в пол припрыжку ноги и сапоги еле выдерживают так тихо пока включу камеру так я забрался на этот склон вид просто бомбезны уже сейчас круто тень неописуемое а это еще даже не забрался на гору еще так идем не очень нравится здесь идти то что дорога проходит по буквально по вот этому вот обрыву рядом с ним рядом вот этим оврагом это так красиво вы сами можете это видеть видеть вот я когда запись включаю обычно психик нет выключают они здесь на ветках чирикует сейчас посмотрим круто солнце так прям заходит идем далее 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 по склону какой а ну не круто ли вот я так тоже думаю так видна дальше горнолыжная трасса круто круто так дальше вот дорога она соединяется дорога которая была начали который показывал я вам раз меняется с этой трассы ну а дальше нас ждет уже непосредственно сам подъем классно колышется деревья ладно идем дальше вот такой вот рельеф класс да очень хорошо видно воздух здесь воздух здесь потрясающий класс еще пока я стою отдыхаю вот такая вот катавасия то есть идти достаточно непросто особенно конечно зимой но тем не менее в хорошую погоду можно вот так вот пройти ну и осталась лишь завершающая часть подъема не считая конечно подъемная вышку связи там же быть попроще специально замолкать чтобы вы насладились атмосферам леса это забывают ветер нам идем дальше светит солнышко и и совсем чуть-чуть осталось так тихо а то атакует сушки как же классы деревья еще такие зимние в снегу это просто зимняя сказка какая-то просто ну и наш аккуратнее решающий штурм бросок на гору предстоит подняться вот так вот сложная дорога на период и только вперед от аккуратно и еще чуть-чуть рука но ка вместе ног и дружно и и то чуть-чуть не звезданулся прямо вниз туда но но да ха ха я снова забрался ух круто дальше вот эта дорога ведет на смотовую площадку гайкиптях а мы пойдем на смотовую площадку Сокская поляна и смотовую площадку холодильник не знаю даже у Сока поселка дадим или нет но сейчас идем на вышку вот если вы хотите как бы такой короткий маршрут относительно то выбирайте эту тропу но она конечно вам даст еще бросаться у меня все сапоги бурды и вот такого состояния а вот и люди уже спасу насмотрелись там мы идем дальше вот сейчас вот сейчас какие виды как классиках солнце проникает сквозь деревья и находясь ли находясь либо в лесу либо на горе я просто обожаю когда лучики солнца там через деревья проникают тебе в мозг в глаза может конечно чуть отлепить но тем не менее это так классно вот такие вот интересные деревья так и вот мы на вышке вышли на самую высокую точку говить тип тях на которой располагается вышка сотовой связи вот она непосредственно будка охраны виднеется а вот вышка да мне нравится эта вышка посмотрите какая массивная единственный минус она вид на ту сторону загораживает ну да ничего посмотрите какая у охраны ржавая нива так ну класс класс вот видно даже линия от нее вот все какая-то так я понимаю это к связи и на охране непосредственно а там дальше еще находится старая вышка который как не действующие 60-х годов которых так прототип ну прототип если такая же вышка находится на лысый горе вот она вот она вот вот так вот она с этой стороны выглядит эта вышка самая высокая точка горы тип тяо умники такую вышку сбираются но я честно говоря не геморроя и так хватает поэтому идем дальше вот такой вот рельеф начинается в принципе он где люди идут можно там выйти довольно прекрасный вид открывается но я там не пойду нет нет я пойду по вот этой вот красный живописные стрелочки туда вот такой вот дупло мне указывают что мой путь туда вот давайте послушаем ветерок тихо класс класс дальше еще одна живописная дорога она уходит туда на завод авиакоры и огибает местность на гору кузнецова идет там и горнолыжная трасса а мы держим путь строго вниз вот мы уже начинаем собственно спуск с горы люди он копошатся но я там не буду копошатся потому что сапоги и так промокнут а там еще идти в общем короче мы сейчас спускаемся и в отличие от подъема где силу такой природных явлений ну конкретно подъема собственно я обычно замедляюсь то на спуске соответственно я ускоряюсь кому-то покажется это масло масляно но тем не менее давайте-ка посмотрим как я буду ускоряться вот так ну дальше я бежать я бы дальше бежать но я камеру отключу иначе можно спотыкнуться и просто камеру разбить но вот в общем вот так вот я бегаю под ножей горы чтобы ускорить путь ну и держать свою физическую состоянию состояние в туноси всем чтобы можно было сбираться на такие горы как тип тяр но пока я камеру не выключил вновь покажу рельеф о вот сейчас вообще солнце между деревьев но красотище же так все выключи деревья качает ну и собственно говоря мы вновь на развилке вот я спустился с этой стороны а то дорога очень интересная она ведет как бы по склону горы тип тяр назад на моторую площадку где я был в мае 2020 года но она подлиннее но во первых там можно увидеть собственно красную блинку то благодаря чему был назван весь красноглинский район самары и конечно идти там очень красиво если что но и очень длинная энергозатрата тоже там дальше есть тир внизу и благодаря этому когда ты идешь и тогда слышны звуки выстрела это конечно немножко ну неприятно но это стоит того поскольку очень живописная дорога вот это вот вот это вот и можно любоваться оттуда домами около реки волга ну еще вот я сейчас расскажу историю одну которая случилась со мной 5 декабря 2020 года я иду вот по по этой дороге вот по этой да и короче ну там присел на пенек чтобы отдохнуть не был ясно и звезды были был вечер все так красиво и тут смотри огненный шар огненный шар садится за жигулевскими горами с той стороны волги я думаю нихрена себе видел и ну вот честно вот не обкуренный был ничего не выпивший а получать что видел ну не знаю он может вертолет сел в этом самом заповеднике жигулевские горы но кто же его знает возможный налог дальше вот такая тоже трасса ну и мы уже подбираемся карьеру то есть если вы хотите увидеть звездное небо то идите в ясную погоду вот по той по той тропе вы не разочаруетесь звездное небо на горитептях это конечно просто потрясающе это просто но и но и днем вот сейчас вечером тоже тоже очень круто вот мы уже вышли на карьер вот они ели и дальше видно вдалеке вдалеке поселок мирный да 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 ну и продолжение поселка воскова тоже конечно но не красотища ли а сам карьер чуть дальше посмотрите до этого были дубы сосны сейчас березовая роща березовая роща вот она и конечно же сам карьер очень классно смотрится снег ой снег снегу хотел сказать песок конечно же в снегу ух ты ни хрена себе ни хрена а потрясающе вот песок снегу охренеть охренеть вот оттуда мы шли вот оттуда вау класс класс у меня к сожалению батарея разграживается поэтому давайте чуть поближе подойдем и хрена себе так все хоть и еще один вид на срокский корректор под не убрал за собой карьер как сука но тем не менее да обожаю вот эти вот маленькие ели класс ну не круто ли а вот я хоть внизу не был тем не менее крутоте неописуемое особенно конечно вот эти маленькие ели просто чудесные и внизу растут вон отресная скала чиптя вон там вдалеке виднеется мост я все снимал где-то слышал гул ветер то ли самолет а нам туда но здесь надо быть аккуратнее потому что что можно провалиться в снег мы уже почти вышли на мы вышли на световую площадку фокусская поляна все мы вышли на световую площадку вот это вот здесь вот можно уютно посидеть но ветер очень сильный поэтому я так ору ну класс а посмотрите какая красотища но правда лавочку кто-то сломал но я смотрю местные кулины новую сделали но чуть пониже какой потрясающий вид а какой вид вот так говоря полянка и многих совершает ошибку зимой и тут вот через туалет и вот так вот сокращая путь на смотровую площадку холодильник и вот кораллась бы вот здесь вот тоже есть такая тропа на этой полянке но это так называемый снежный террикон то есть ты наступаешь тебе кажется вроде бы полянка ну слушай тропинка ты идешь по ней и тут же проваливается короче снег вот так вот поэтому надо идти строго вот по этой колее и вот так вот обходить чтобы но относительно безопасно выйти на смотровую площадку холодильник и это очень важно знать всем ну а в целом полянка конечно вот это мне нравится конечно мне здесь все нравится если честно ну а прежде чем идти с моего площадка в холодильник но есть по любым еще крестьянным карьерам вот я о чем говорил здесь вот зимой по этой тропите нельзя надо идти вот как бы огибать через карьер и заходить с этой стороны на смотровую площадку холодильник а иначе ты наступишь снег и все вспоминай как звали ну-ка ну-ка вот выходим выходим о как же здесь красиво и как же здесь ветрено вот она смотровая площадка холодильник маленькая ель и потрясающий вид просто потрясающий и еще не менее потрясающий ветер и вот на этой так тихо камеру камеру куда дне вот вот да потрясающий класс площадка неспроста называется холодильник под мной сейчас называемый холодильник это секретное предприятие росрезерва там на точке третьей мировой все плотовольственные препараты спрятаны но еще и потому что здесь будет очень сильный ветер очень сильный а как же здесь класс да слушайте сейчас я вот так вот а если вот мы шли в теплое время то можно было дальше по склону спуститься да и вид был бы еще более потрясающий но я не рискну дальше спускаться потому что очень скользко очень ветрено но тем не менее покажу на камеру как я люблю вот на этой вот веточке вот так вот в хорошую погоду присесть и посмотреть шикарный вид и вновь дует сильный ветер поэтому я так ару потрясающе ой ё-моё кайф и вот так вот ты сидишь на это все смотришь там кстати вот стела видать город самара где останавливается 78 79 дальше вид на мост класс класс и у меня к сожалению заканчивается батарея поэтому мы к сожалению поселок усисок не пойдем но тем не менее я вас сводил вот сюда и едем в гор все закончили запись я решил продолжать съемку пока у меня окончательно не села батарейка и вот вот она глина собственно говоря непосредственно то о чем я рассказывал глина и конечно же вид на карьер просто потрясающий светит солнце а мы идем в уссок вы вы только посмотрите какие скалы а выдал буши а вот собственно говоря вид на разрушенные административные цеха сокского карьера управления дальше так здесь не видно сейчас разберусь вот и дальше вот он поселок усисок идет а дальше старевщина ну не красота ли а так административные цеха вон они вон они да посмотрите вот поближе административные цеха вон они но меня здесь вот провалился надо же ногу провалил ладно меня здесь поражает другое вот этот рельеф просто просто помпезный рельеф ух камера разъезжается так все 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 так так друзья вышли значит на мост на мост вот они административные корпуса рабочие карьера управления выдолбанное здание практически в скале так как они заброшены можно конечно их посещать но я уже жутко устал и поэтому я направляюсь в сторону поселка тут уже закат все дела и поэтому конечно надо ускоряться ускоряться но тем не менее посмотрите как как красиво оу да а вот эта самая вот ЖД дорога виднеется а класс класс и почти камера уже разрядилась бараки какие-то я вам все обещанный участок не показал но сейчас покажу вот такая вот при выходе с карьера такая вот собачка не встречалась очень напуганная боится это на смотри какая собачка а тихо 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 спокойно 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 я тебе ничего плохого не сделаю и вот конечно изгиб потрясающий мы уже в поселке Усть-Сок вот она ЖД станция Усть-Сок по ней раньше доставляли рабочих заключенных и они вот трудились на этом самом карьеру но сейчас окна заколоченные и конечно станция заброшенная но вот сам поселок поселок Усть-Сок как я вам обещал пожалуйста какая здесь красотища дома деревенские деревенская идиллия можно сказать дальше вон там тропа за машинами вот так вот она обгибает и Сокские штольни вон он там вон вон вход в них я так не буду во-первых страшно а вторых цель нашего сегодняшнего путешествия как бы обогнуть рельеф горы Типтя такие дела вот вот птица какая-то ну-ка все все улетел спугнул к сожалению но небо закат потрясающий но я все еще нахожусь в поселке Усть-Сок но уже направляюсь к выходу вот посмотрите какой закат а какой же здесь закат вот мы уже выходим на собственно Красногринское шоссе вот оно рядом вот где-то самолет летает я камеру чуть не могу понять поймать ну в общем вот это вот площадка есть холодильник вот они там штольни и вот закат а ну как вам закат он потрясающий да класс так вот так вот так вот гора выглядит основные остановки дальше и можно полюбоваться закатом и собственно говоря соком и Волгой а ну не красотища ли вот мы любовались оттуда и сейчас все таки спустились к Волге самолет где-то вновь летит о вот он поймался наконец-то вот он да самолет летит собственно говоря сам мост ну и еще посмотрим стрелу конечно же она эффектно смотрится в тежноте но сейчас весна и уже темнеет не рано достаточно поздно поэтому соответственно ее зажигают позже вот вот она стелла стелла от артуа так сказать от стелла самара ну что ж на этом все наш путешествие дошло концу вот что такое то изгиб местности ставьте лайки подписывайтесь на каналы на мои группы в соцсетях пока пока я еще потом фото намонтирую вас